Мукин Мукин сказал, да, не вовремя Петька это затеял. Ну что ж, выход один, сядем в поезд, а дома похороним по-человечески. В поезде покойного ложили на нижнюю полку, загрустили, стали вспоминать о товарище только хорошее. Но без водки выходило как-то неискренне. Тогда они заботливо накрыли покойного с головой, чтоб свет его не беспокоил. И ушли в вагон-ресторан помянуть товарища. С каждым тостом все отчетливо и понимая, какого человека они потеряли. В это время на станции Вязино в траурное купе вошел сержант Штукин. Весело насвистывая, прилаживал наверх чемодан. Поезд качнуло, чемодан спикировал в лоб спящего человека. Штукин потряс безучастное тело. «Товарищ!» С белого лица сползла простыня. Товарищ был мертвый. В отчаянии человек принимает нестандартные решения. «Двум смертям не бывать!» Бормотал Штукин, выпихивая тело в распахнутое окно. Из вагона-ресторана в приподнятом мрачном настроении вернулись друзья по несчастью. «О! Нашего полку прибыло!» «А где то, что слева лежало?» «В смысле, товарищ отсюда!» «Вышел! Меня зовут Сашей, а вас?» «Позвольте, Саша, куда вышел?» «В коридор, ну не в окно же!» «Давайте за знакомство!» Штукин достал из трехклятого чемодана литровую бутыль спирта и палку колбасы. Пили молча, пока спирт не снял напряжение. Мукин спросил. «А какие были его последние слова, когда он выходил?» «Сейчас вспомню». Он так сказал. «Что-то жить надоело, пойду покурю». «Берите колбаску домашнюю». «Так Петя ж вроде бы не курил». «Да?» «Ну да, он так и сказал. Я вообще-то не курю, но тут, пожалуй, закуришь». «Может, вы его обидели и задели чем-нибудь?» «Да нет, аккуратненько чемоданчик закинул наверх, чтобы никого не задеть». «Ну, давайте третий тост за тех, кто сейчас курит». «Ничего, конечно». «Все трое встали, перекрестились и молча выпили». «А что же это Петя? Где он есть? Что до сих пор курит? Пришел, выпил бы с нами за компанию». «А бывает акура такой прилипучий. Ты его выкидываешь и вместе с ним». «Вдруг распахнулась дверь и вошел живой Дукин». «Вид у него был такой, как будто им растапливали паровозную топку». «Все трое были уверены, что Дукин мертвый». «С пьяну сообразив, что встретились с ним на том свете, рухнули без сознания». «Дукин сбегал за проводником. Всех привели в чувства, забинтовали. Пассажиры смотрели с ужасом. Со стороны казалось, что одно только это купе сошло с рельсов. Слава Богу, спирт еще был». «Дукин рассказывал, у меня это третий раз в жизни, когда водку закусывают через чесноком, горчица и хреном, типа тромба образуется. Закупоривают сознание на два часа, будто умер. Ну, один раз родня с дуру чуть не закопала. Спасает только сильная встряска организма, так что спасибо, что с поезда выкинули. Так выпьем за дружбу». Спасибо.